И снова здравствуйте, уважаемые родители. Мы продолжаем разговор о заболеваниях носовой полости и мы поговорим об осложнениях. Хочу сразу сказать, как бы, да, такое величное отступление. Если у вас возникнут какие-то вопросы или какую-то тему, непосредственно проблемы вашего ребенка я не осветил, не раскрыл, то, пожалуйста, обращайтесь, пишите, звоните. Мы всегда вам поможем, вы это знаете, потому что охватить всякие моменты абсолютно просто невозможно, поскольку все очень индивидуально. И еще раз я настоятельно прошу, уже, скажем, не только по поводу насморков, простудных заболеваний, но по поводу всего остального, это советоваться как можно раньше, до того, как вы предпринимаете какие-то меры, потому что очень часто вы делаете ошибки. Иногда эти ошибки как бы легко исправляются, а иногда очень нелегко, и получается достаточно обидно, когда вот вы сами создаете себе проблемы на пустом месте, которые можно было бы избежать. Особенно, когда эти проблемы касаются ваших детей, то здесь нужно быть очень внимательными. Наша, скажем так, консультационная служба, давайте ее так назовем, она работает практически круглосуточно, и те, кто обращаются, знают, что в любое время дня и ночи практически мы всегда даем вам какие-то советы или приходим на помощь тогда, когда это нужно. Особенно, когда это нужно срочно. Поэтому, пожалуйста, примите это к сведению, и, ну, вот, скажем, да, не надо стесняться. Очень часто мамы говорят, что вот, нам неудобно, мы вот ждали-ждали, дождались до последнего, вот уже нету сил. Не надо ждать, нет такого понятия неудобно, нет такого понятия, вот, не хотим беспокоить. Вы создаете гораздо больше нам проблем, когда доводите своего ребенка до состояния крайности, на самом деле. Поэтому лучше обращаться сразу, и это гораздо проще решается. Поэтому нет ситуации, когда вы нам доставляете какие-то беспокойства. Если мы заняты и не можем подойти, то мы всегда к вам вернемся. Здесь не может быть никаких обид с вашей стороны и никакого отказа с нашей стороны. Итак, я надеюсь, меня услышали, поэтому мы переходим к моменту, связанному с осложнением. И вот здесь надо понимать следующее. Во-первых, очень часто с первым осложнением при насморке являются отиты, воспаление среднего уха. Именно под той анатомией, которой они устроены, непосредственная открытая связь, открытый канал между носом и ухом, он существует. И воспалительный процесс очень легко по этой самой евстафьевой трубе переходит на ухо. Значит, как определить, что возникло осложнение? Во-первых, насморк должен быть не несколько часов и даже не один день. Во-вторых, состояние ребенка ухудшается. Может возникнуть температура, может возникнуть боль, будет плакать ребенок. Он будет гораздо хуже есть, потому что больно. Когда глотаешь, повышается давление и боль в ухе возникает. Может тереть ушко, может бить себя по ушам и так далее. Значит, как определить, что болит ухо? Легко. Вы посмотрите сюда, я вот повернусь и покажу, куда надо нажимать. Вот это место называется козелок, вот такой вырос, да, здесь. Вы нажимаете, ну, лучше всего средним пальцем, достаточно легко нажимаете на козелок, отпускаете палец и смотрите реакцию. Если ухо болит, ребенок дернется. Он не обязательно будет плакать, не обязательно, но первая реакция на боль, он дернется. Вы нажимаете на второе ухо, реакции никакой нет. Значит, соответственно, или можно сделать по-другому немножко. Можно нажать на оба, и в ту сторону, в которую ребенок дернется, это будет болевая реакция. Значит, есть воспалительный процесс. Что нужно сделать в этой ситуации, помимо лечения носа, нужно начинать лечение уха. А именно, вы начинаете закапывать, лучше всего это делать раствор борной кислоты, или борный спирт, как его называют везде, вот, в теплом виде. И компрессы. Как делать компрессы? Наливаете в чашечку подогретую водку, или если у вас есть спирт, то вы разводите спирт пополам с водой. Это должно быть очень теплое, не горячее, но температура примерно 38 градусов. Берете марлечку, намачиваете ее, да, значит, можно вырезать отверстие для вот этого уха. Можно просто положить, но лучше всего в марлечке вы вырезаете, прорезаете такое вот, делаете. Отверстие вставляете намоченную марлечку на ухо, вот так, чтобы ушная раковина была открыта, а слуховой проход, дырочка закрыта. Вот она мокрая, отжатая, но вот пропитанная горячей водкой. Значит, одели. Дальше вы что делаете? Вы берете сюда прямо сверху, там не надо никаких дырочек, одеваете или прикладываете целлофан, целлофановый мешок. После этого вы заматываете это место шерстяным платком или шарфом, и такой компресс держится часа два, ухо прогревается, потом вы его снимаете, и если у вас в квартире достаточно прохладно, можно одеть ребенку шапочку. Вот, то есть в любом случае ухо должно быть греть. Или снимаете весь компресс, оставляете сухое тепло, то есть в какой-нибудь шерстяной или фланелевую повязочку на это дело. Значит, такие компрессы можно делать два-три раза в день. Почувствуете сразу, что становится тепло, боль уходит, и ребенок чувствует себя гораздо лучше. Но не обольщайтесь, пока есть насморк, ухо может болеть и заболеть снова. Поэтому при всем при этом вы лечите ринит или вы лечите насморк, так как мы говорили. Кроме всего прочего, осложнения могут возникнуть в другую сторону, а именно в пазухи, то есть в эти мешочки, в эти пространства, которые есть внутри черепа, внутри костей. Они такие вот, как пустоты, которые могут заполняться либо содержимым слизистым, которые выделяют носовые железы внутри слизистой носа, либо гнойным содержимым, которые являются продуктами деятельности микробов. Значит, какие есть вот такие пространства или пазухи? Основные пазухи, их еще называют синусы, поэтому воспаление этих пазух, как осложнение, называется синусит. Значит, выделяют две крупных пазухи, которые есть. Это лобная пазуха или фронтальная, отсюда заболевание называется фронтит, или пазуха гайморова, она находится вот здесь и называется гайморит. Как определить, что у ребенка есть это осложнение? Достаточно легко, это можно сделать даже без, не дожидаясь консультации доктора. Это лобная пазуха или фронтит. Здесь такой тест очень простой. Ребенок наклоняет голову, кстати, это взрослый тоже, и резко ее поднимает. В момент резкого поднятия усиливается боль или возникает боль в голове, головная боль, да, то есть ребенок начинает плакать, ой-ка, держится за голову. Вот это фронтит, и здесь необходима антибактериальная терапия и прогревание пазух, и консультация лора, в общем-то, очень даже желательно. При гайморите или гайморовой, на спалении гайморовой пазухи тест еще проще. Вы берете вот скуловая кость, середина, вот здесь она примерно, и пальцем стучите. Легко постукиваете по этой кости, в глубине ее находится, гайморовая пазуха, и если в этот момент ребенок усиливает беспокойство, начинает плакать, отталкивает вашу руку, ему больно. Это гайморит, это осложнение. Здесь тоже нужно быть очень внимательным, потому что в гайморовой пазухе может скапливаться гной, может скапливаться даже кровь, если идут какие-то гнойные процессы запущенные. И тогда требуется определенное вмешательство уже хирургов, лоров для очистки этой гайморовой пазухи. Чтобы этого не допустить, нужно очень внимательно следить за ребенком и стараться эти осложнения предотвратить. Для этого не нужно запускать насморк. Надо заниматься с ним сразу после возникновения. Значит, в ситуации, когда ребенок болеет довольно часто и нет аденоидов, а насморк возникает очень часто, можно в так называемый светлый промежуток, то есть в ситуации, когда нет проблемы, начать немножечко укреплять, закалять слизистую оболочку носа. И наиболее такой вот хороший действенный способ – это промывание носа соленой водой. Очень хорошо это делать. Именно вот как мы говорили, промывание – это может быть делаться раз, а то и два раза в день. Именно вот промывание, вычищение слизистой, вот как ребенок, допустим, вы его приучаете чистить зубы по утрам и вечерам, точно так же вы приучаете его промывать нос, дабы очищать слизистую оболочку носа от инфекций, от различной пыли, грязи, которая, собственно говоря, мешает нормальному дыханию. Я уже не говорю о том, что носовая полость, она, в общем, является первым органом дыхательной системы и нарушение ее полноценной деятельности. Она влечет за собой сбои в правильном дыхании у ребенка, и, соответственно, это влияет на его состояние, на его самочувствие, снижает иммунитет и прочее, прочее. Поэтому ухаживать за полостью носа нужно ничуть не меньше, ничуть не реже, чем за полостью рта. Поэтому будьте в этом плане внимательны. Опять же, если что-то вы не поняли, если какие-то моменты... Кстати, я не зря сказал о солевых промываниях, но в случае здорового носа не нужно промывать содой, потому что сода сушит, и вы подсушиваете слизистую и провоцируете нос на то, чтобы он стал заложенным. Поэтому здесь только соленая вода морская. О проблемах, связанных с горлом, с миндалинами и прочими делами, мы поговорим с вами позже на наших следующих встречах. А сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча вызовет, помимо той информации, которую вы получили, вызовет какие-то вопросы, какие-то обсуждения, какие-то просьбы о рекомендациях. Пожалуйста, еще раз повторяю, что мы всегда готовы. Обращайтесь, высказывайтесь, и мы будем рады нашей с вами постоянным встречам. Всего доброго, до свидания, будьте здоровы, до новых встреч.